Друзья, всем привет! Начнем с Торецкого направления. После активного продвижения на юго-западе поселка ВСРФ постепенно расширяют контроль над восточной частью в районе Советской улицы за рекой Кривой Торец. Основной рубеж обороны ВСУ в районе Нью-Йорка постепенно смещается к Финольному заводу. Туда подразделения украинской армии пока оттягиваются исключительно на перегруппировку и пополнение боекомплекта. Однако удерживать текущие позиции в районе грузовых терминалов Новой Почты все сложнее. Там же в районе Финольного завода ВСУ пока еще удерживаются и железнодорожная станция, заняв которую ВСРФ получат возможность продолжить наступление в сторону Торецка. В целом можно констатировать, что российские силы стараются использовать все преимущества рельефа при любой наступательной операции и штурм Нью-Йорка в этом отношении не является исключением из правил. Движения снизу вверх практикуются только в том случае, если других вариантов нет, передает военная хроника. Основной вектор атаки при этом идет с юго-запада вдоль ключевой высоты 222 со стороны Петровской горы. Российским частям удалось взять под свой контроль два квартала и продвинуться примерно на 400 метров. Харьковское направление, Волчанский участок. На северо-востоке армия России продвигается вдоль лесных насаждений. Противник пытается контратаковать. Две пехотные группы ВСУ выдвинулись на позиции ВСРФ и были вовремя выявлены воздушной разведкой и нейтрализованы огнем артиллерии. В районе многоэтажек удалось взять под контроль еще два здания. На юге города также зафиксировано продвижение российских сил и взятие зданий южнее завода. Липцевский участок. На участке заметна активизация ВСУ. Противник проводит контратаки от Роганского водохранилища пехотными штурмовыми группами. А со стороны Липцев на бронетехнике. Также пытаются отрезать ВСРФ с севера и с северо-запада дронами и сбросами. Российская авиация и артиллерия работают по ВСУ. Так, у населенного пункта Борщевая ФАБом 1500 накрыли ПВД 13-й бригады НГУ. Всего за сутки на участке противник потерял около 200 человек. Также нейтрализовано два танка Т-72 на данном участке фронта и минометные расчеты. На Авдеевском фронте в Новоселовке первые российские штурмовики атакуют не только с севера, но и с востока. Плюс все ближе подбираются с юга. СМЕС отмечают, что ВСУ потихоньку сдают позиции, но еще бьются. В Карловке упорные бои, пока без особого продвижения. В севернее очень интенсивные столкновения. Восточнее Лозавадского и вблизи воздвиженки ВСУ пытаются удерживать последние серьезные рубежи до трассы Константиновка-Покровск-Красноармейск. Выход к дороге позволит ВСРФ наступать на Покровск и Мирноград. Параллельно туда армия России двинется от села Прогресс, до которого ВСРФ остается примерно один километр. Российские военные делают все, чтобы в среднесрочной перспективе положение ВСУ на этом участке стало максимально тяжелым. Артемовский фронт. Российские силы малыми группами продвигаются в урочище Орлова к каналу Северский Донец-Донбасс, преодолев около 500 метров к западу от Клещевки. В мехбригаде ВСУ заменили командира после боев за часа в Яр. В рядах ВСУ вот что сообщают. В направлении Клещевки у ВСУ возникли трудности на западном фланге. Русские начали штурмовать в сторону наших позиций. Закрепились, пруд жестко. 93-я бригада Холодный Яр пытается остановить продвижение российской пехоты западнее Клещевки. Но у россиян есть продвижение, пишут и украинские аналитики. Основные бои идут в районе Калиновки, где ВСРФ выдавливают ВСУ за канал. В целом похоже на подготовку к штурму остальной части часа в Яра. На южно-донецком направлении ВСРФ зачищают урожайное, расширяют зону контроля вокруг. Сейчас до Великой Новоселки осталось одно село Благодатное, а это примерно в 5 километрах к северу. Параллельно ВСРФ пробиваются от Старомайорского к Макаровке. На Донецком участке ВСРФ шаг за шагом выдавливают ВСУ из Красногоровки. Позиции противника остаются на севере и северо-западе города. И с каждым днем зона их контроля сокращается. На окраинах Константиновки ситуации не меняются уже вторую неделю. Российская артиллерия накрывает по позициям ВСУ. Идут встречные упорные обстрелы, которые не дают начать наземный штурм. На других направлениях без особых изменений. Зеленский заявил, что для полной защиты неба Украине нужно 25 систем ПВО Петрио. Таких объемов у НАТО нет. Тем не менее, отдельные страны продолжают поставки ПВО. Например, выяснилось, что помимо открытых пакетов помощи Киеву, Берлин несколько недель назад отправил довольно объемную посылку, которой были системы ПВО, а также 10 танков Леопард, 20 БМП, Мардер, 3 установки РСЗО Хаймарс. Плюс о поставке еще 10 танков Леопард сообщил и Мадрид. Не очень понятно, что происходит с поставками Ф-16. В выходные обсуждалось, что несколько самолетов уже на Украине. Но Зеленский заявил, что первые истребители прибудут летом. То есть, еще не прибыли. Ни права, ни воли. Захарова объяснила немощность Швеции в расследовании теракта на Северных потоках. Швеция объявила, что расследование взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток-2 закрыто и что виновных установить Стокгольм не может, сообщила радио «Спутник». По ситуации высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат указала, что случилось ровно то, что она предсказывала еще в феврале. Швеция отказалась расследовать преступление, которое было совершено в ее особой экономической зоне. По мнению Марии Захарова, причина такой правовой апатии заключается в том, что главный бенефициар теракта – администрация президента США Джо Байдена, который и не скрывал соответствующих планов. Возражать штатам Стокгольм не имеет ни права, ни воли, уверена дипломат. По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления – теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке, подчеркнула Мария Захарова в своем телеграм-канале, комментируя немощность Швеции. Таким образом, единственной страной, которая еще не прекратила расследование, является Германия. Но немецкие власти уже давно не сообщали о том, как продвигается дело и работает ли над этим кто-либо. Напомним, что северные потоки были взорваны еще осенью 2022 года, и изначально происшествия вообще не хотели расследовать. Только после того, как американский журналист Сеймур Хёрш опубликовал материал, в котором подробно описал, как и для чего США взорвали газопроводы, страны Запада вдруг зашевелились и выдали абсурдную версию с несвязанными с Киевом украинскими диверсантами на яхте. Но по прошествии почти двух лет даже фиктивное расследование было заброшено. А в это же время в Финляндии заявили о прогрессе в деле Baltic Connector. Расследование по делу о повреждении газопровода Baltic Connector продвинулось вперед. Результаты будут опубликованы осенью. Об этом агентству СТТ сообщил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи. Полиция расследует дело по статье о причинении ущерба в особо крупном размере. Наше расследование продвинулось, и мы сотрудничаем с китайцами. На данном этапе больше не о чем сообщать. Наступит осень, тогда будет что рассказать, сказал он. Baltic Connector на дне Финского залива был остановлен в ночь на 8 октября 2023 года, после того, как оператор газопровода «Газгрид» обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи. Расследование сосредоточилось на некоторых судах, включая российский атомный контейнеровоз «Севморпуть», находившийся поблизости от места инцидента. Президент Латвии Эдгар Сринкевич 20 октября пригрозил закрыть Балтийское море для всех российских судов, если расследование выявит причастность России. Французский политик заявил, что глава Еврокомиссии задыхается от ярости, наблюдая за действиями Виктора Орбана. Урсуле фон дер Ляйн, возглавляющей на данный момент Еврокомиссию, крайне не понравились шаги, предпринимаемые премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для скорейшего урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппа. Виктор Орбан продолжает троллить ЕС. Он направился в Китай для мирных переговоров. Сделал он это после поездки в страну У, а затем в Россию. Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйн задыхаются от ярости, потому что Орбан несет послание диалога и мира, противоположное воинственной истерии Евросоюза, полагает Филиппа. С критикой позиций Евросоюза и лично Урсулы фон дер Ляйн в отношении ситуации на Украине, Филиппа выступал и ранее. Так, он с возмущением отреагировал на реакцию главы Еврокомиссии на визит Орбана в Москву. В то время, как после остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву ради достижения мира, Урсула фон дер Ляйн в ярости из-за этого визита и критикует любую попытку урегулирования. Реакцию фон дер Ляйн на миротворческие усилия венгерского премьер-министра французский политик назвал показательной и призвал свою страну выйти из Евросоюза. По его словам, это объединение не что иное, как военная машина, работающая на глубинное государство. Напомним, по итогам своих встреч в Киеве и Москве Виктор Орбан написал письмо, адресованное лидером Евросоюза. Венгерский премьер-министр обратился к ним с просьбой проявить больше инициативы для достижения мира в стране Урбана. По мнению Орбана, в настоящий момент Москва готова на определенные уступки на основе стамбульских договоренностей. А вот позицию Владимира Зеленского и его ближайшего окружения трудно назвать конструктивной. Они не понимают или не хотят понимать, что рано или поздно проиграют, считает Орбан. Главы стран Евросоюза на миссию Виктора Орбана в большинстве своем отреагировали скептически. Блумберг не совладал с арифметикой изоляции. Поездки Владимира Путина заставили серьезно задуматься. Обозреватели агентства Блумберг посмотрели на количество международных поездок президента России Владимира Путина и озадачились. Как-то Путин слишком часто видится с мировыми лидерами, учитывая, что он вроде как изгой. Президент России Владимир Путин и прежде совершал много визитов по миру, и с изоляцией России ничего не изменилось. Количество встреч президента с коллегами в мире не уменьшилось, а может даже увеличилось. И корреспонденты агентства Блумберг в связи с этим недоумевают. Как же так? Путин же лидер изолированной страны. Значит, в их понимании он должен сидеть дома, и никто с ним не должен общаться. А получается что? А нет, не получается. Политолог Юрий Подоляко, комментируя про светление ума у авторов Блумберга, отметил, «Эти люди продолжают жить в парадигме, что они могут все, и что любая блокада с их стороны — это приговор стороне другой. И никак убогие не могут понять и спуститься с высот своей гордыни, что мир давно изменился. И то, что они никак не могут понять, как раз и является этому подтверждением». Ранее сообщала, что июньский визит Владимира Путина в Северную Корею нельзя назвать иначе как «триумфальный». Северная Корея счастлива. Больше никто никогда не посмеет сказать, что она находится на периферии мировой политики или в изоляции. Какая ждут изоляции? За событиями в Пхеньяне без всякого преувеличения следит весь мир. Президент России заявляет, что режим санкций совбеза ООН, навязанный США, должен быть пересмотрен. И его слова вызывают на Западе настоящий ужас. The Economist пишет про опасную дружбу Путина с Ким Чен Ыном. Блумберг разъясняет, почему связь России с Северной Кореей представляет опасность для всего мира. Чего они так боятся? Ведь долгие годы и десятилетия Северной Кореи писали не только как о диктатуре, но прежде всего, как об очень бедном периферийном государстве. Отчего вдруг близкий союз этого государства с Россией так напрягает Запад? Что они там разглядели? Ответ необычайно, фантастически прост и звучит так – 3 миллиона снарядов. Если верить западной прессе, именно столько Корея то ли начала поставлять, то ли уже поставила, продолжая наращивать производство, то ли пообещала Россия. 3 миллиона снарядов для артиллерии советского образца, прежде всего для гаубиц Д-20, Д-30 и РСЗО «Град» – 3 миллиона снарядов. При том, что США, например, еще в начале 2024 года производили по официальным данным 30 тысяч снарядов в месяц и в самом лучшем случае могут выйти на уровень 1,2 миллиона снарядов в год. Доллар без шансов. Катасонов дал прогноз, объяснив, чем заменят американца. Профессор Валентин Катасонов полагает, что у доллара нет шансов на выживание. Он рассказал, чем в скором времени удастся заменить американца. Положение дел, сложившееся сегодня в мировой экономике, вызывает серьезную тревогу. Такое мнение на YouTube-канале «Аврора» высказал доктор экономических наук, профессор-публицист Валентин Катасонов. По словам российского ученого, в первую очередь следует обратить внимание на экономическую ситуацию в Соединенных Штатах. В силу ряда объективных причин, в том числе политического характера, в последние годы дела там, мягко говоря, обстоят не лучшим образом. Инфляционная волна нарастает день ото дня, фондовый рынок перегрет, а Федеральная резервная система не может себе позволить бесконечно увеличивать ключевую ставку. Исходя из этого, говорит Катасонов, приходишь к выводу, что обвал крупнейшей экономики планеты неизбежен, причем начаться он может в любую секунду. Для запуска этого процесса достаточно всего одного самого незначительного на первый взгляд триггера. Выступить в этом качестве может все, что угодно, например, начало еще одной волны пандемии. Экономист отметил, что предсказать точную дату обвала не представляется возможным, однако в том, что это произойдет, он не сомневается. Главным итогом предстоящего кризиса, по его мнению, станет то, что американская национальная валюта утратит свой статус универсальной меры стоимости, а это на какое-то время приведет к хаосу в мировой экономике. Однако, как предрекает эксперт, такое положение дел не будет длиться годами. Потребуется не так много времени, чтобы доллару нашлась замена. Главной мировой денежной единицей уже через несколько месяцев обязательно станет золото. Поэтому всем, у кого есть возможность, экономист советует закупить этот драгоценный металл. Причем медлить с этим не следует. Есть большая вероятность, что уже через полгода мир будет находиться в острой фазе кризиса, и тогда цена золота вырастет очень сильно. Всем спасибо за внимание, друзья! Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Будьте здоровыми и счастливыми! Всем нам мира и добра!